Добрый вечер, уважаемые коллеги. Цель моего доклада показать результаты лечения опухоли шейного отдела пищевода у пациентки 50. На тот момент ей было 54 года, это был 2009 год. Не секрет о том, насколько опасна и тяжелая эта локализация шейного отдела пищевода. Выживаемость также является плохой стандарт. Стандартом на сегодняшний день является лечение данных пациентов именно синхронной химио-лучевой терапией по радикальной программе с подводом дозы до 60 Грэй и синхронной химиотерапией. При этом при рецидиве или отсутствии эффекта от данной химио-лучевой терапии стандартов также не встречается. И по данным на сегодняшний день, что делать с такими пациентами, собственно говоря, является загадкой. Наш случай посвящен пациенткам 55-го года рождения, поступил к нам в 2009 году. Это был ноябрь месяц. Диагноз был рак шейного отдела пищевода. По месту жительства ей провели два курса, две линии химиотерапии, пять курсов суммарно, три курса, пять стурацилцисплотин и два курса паклитоксил. Также суммарно ей дали 62 Грэя на область шейного отдела пищевода и верхний грудного отдела пищевода в разовой дозе 2,5 Грэя. Из анамнеза, почему возникла именно опухоль, у пациентки был ожог щелочь в возрасте 3 лет. После этого дисфагия была периодическая, однако с 2009 года именно начала возрастать, почему я обратилась. На отделение было дообследовано. При планировании лечения было необходимо получить морфологическое подтверждение, что у пациентки присутствуют опухолевые клетки в организме. Поэтому неоднократно была выполнена фиброэзофагоскопия. Первый раз материал был неинформативен, однако на второй раз опухоли клетки были получены, плоскоплеточный рак. При магнитно-резонансной томограмме, лениноскопии пищевода, при магнитно-резонансной томограмме была выявлена опухоль за трахеей с признаками прорастания мембраны, прорастания в щитовидную железу и, возможно, метастазами в лимфатические узлы шеи. Были выставлены показания к операции. Пациентка была 9 декабря прооперирована. Объем операции был следующий. Фаринга-ларинга-изофагоктомия с одномоментной пластикой с узким желудочным стеблем с большой кривизной желудка с резекцией трахеи, с тотальной резекцией щитовидной железы, формированием концовой трахеостомы, с удостенной двусторонней шейной лифоденоктомии. Ход операции. Эта операция не была минимально инвазивной, она была открытой. При торакотомии мобилизован пищевод, выделены полностью, удалены лимфатические узлы дефоркационной области. Здесь показана трахея, левый главный, правый главный брунт. Дальше лапаротомия, мобилизация желудочного стебля, формирование узкого желудочного стебля из большой кривизны. Потом цервикотомия, выделение органокомплекса в месте глотки и гортани щитовидной железы. Мобилизация его, удаление лимфатических узлов шеи. Здесь представлена гортань с ангартанником. Прошу прощения. Желудочный стебель вытянут на шею. Концевая трахеостома здесь представлена. Через рану формирована трубка. И формирование анастомоза. Непосредственно на шее. Задняя и передняя губа. Сейчас вот тут задняя губа и передняя губа анастомоза. Вот окончательная анастомоза представлена. На данной диаграмме. То есть гортань удалена. Трахея интубирована через рану арминерной трубкой. Это шов анастомоза. Получается орогастронастомоз. Так как глотка и гортань были удалены. Пациент. Длительность операции составила 11 час 40 минут. Переведено на отделение на пятые сутки после операции. Из-за отделения реанимации. Осложнений после операционного введения не было. Контроль анастомоза на 16-е сутки. Анастомоз проходим. Состоятельность затеков нет. При гистологическом исследовании. Опухоль высокодифференцирована. Рыгающий плоскоклеточный рак. Прорастающий все слои. Стенка пищевода. И вырастающий в щитовидную железу. Крайорезикции вне опухоли. Микостазов. В лимфатических узлах выявлено не было. Выписано 28 декабря. Спустя 19 дней после операции. Пациентка динамической наблюдалась по месту жительства. В дальнейшем при обследовании в 2015 году в октябре. Выявлено новообразование в верхней доле левого легкого. Расценено как метастаз. Не исключена первичная природа. Но решено было начать лечение с торокоскопии и кровевой резекции. С исследованием данного материала. Выполнена данная операция. При гистологическом исследовании туберкулёма. То есть ухолеопрожения не было. И пациентка пришла к нам. Обследовалась у нас. Контрольное обследование в 2017 году. Копитументомограмма гастроскопии. Без признаков рецидива. В одаренном метастазировании. Так как пациентка обследовалась в августе, к сожалению, на конференции она не смогла прибыть. Даже это она довольно-таки далеко. Поэтому несколько видео представлено. Это сейчас слишком начало. Нет, вот так. Первое видео. Вот первое видео. Никак не это самое. Так, у меня трофеостома пациентки на сегодняшний день. Сейчас загрузится. Теперь перещелкивает. Так оно и было. Татьяна Михайловна, как себя чувствуете? Красно. Понятно. Вы как питаетесь? Как все. Есть ограничения какие-нибудь по питанию? Нет. То есть никаких ограничений нет? Нет, только поджелудочные. Иногда? Да, отдаем жирную пищу. Иногда жирная пища. Сложно, да? Понятно. Хорошо. Ладно. А чем занимаетесь вообще? Обычный образ жизни. Обычный образ жизни? Я знаю, у вас внучка есть. Да. Вы ее воспитываете. И два внука. И два внука. И вы их воспитываете. Конечно. Учитесь? Учите его? Учу внучку. Она после операции. Ага. Плохо пить. Ага. И мне приходится ей задание читать. Решать. И вот так вот я ей помогаю. Понятно. Хорошо. То есть пациентка читает внучки. Можете после лярингитомии. Учит ее читать. Следует отметить, что протезирование голосовой функции не было выполнено. Это пациентка на отрахиостоме без протеза голосового. Что вы мне подарили жизнь. Да, да, да. Я очень благодарна и вам, и вашему коллективу тем, что вы мне дали вторую жизнь. Сколько прошло лет? Восемь. Восемь лет. Уже девятый год идет, да? Ну хорошо. Мы тоже очень рады. Благодарю за внимание. Все. Спасибо, Олег Юрьевич. Какие вопросы возникли? Да, пожалуйста. Алексей Витальевич. Спасибо за прекрасный доклад. Хороший результат. Великолепный результат. Молодцы. Я хотел спросить, рассматривали ли вы вариант при такой потолоке, хирургическое лечение, рассматривая пластику, не тянуть большая кривизна желудка. Еще доктор Ришетов, академик, который сейчас в институте Герцена, по-моему, было, предлагал изолированные фрагменты тонкой кишки. Желудка используют. Это широко используется эта методика. Именно при... У нас в клинике сделано уже таких пять операций. И достаточно... Мы принимали участие в этих тоже при... Результат, конечно, отдаленный не такой. Еще они выполняются в течение четырех лет только. Но непосредственный результат впечатляет. И функционально он не хуже, чем... Рассматриваете ли в будущем? Вопрос изолированные фрагменты тонкой кишки или желудка для пластики. Вот это именно резекции этой области. Насколько я знаю, для такого объема операций требуется микроскоп и сосудистая техника для наложения остомозов. На тот момент у нас такой возможности не было в институте, микроскопов ни бордов не было. А в дальнейшем, несомненно, риск был, и риск был большой. Расстояние, которое требовалось от... Протянуть стебель значительное. Здесь, к счастью, этого не произошло. Ну, наверное, да. Да, здесь о чем говорит Алексей Витальевич. Юному-аутограф, так называемая операция, когда фрагмент толщей кишки, может быть, толстой кишки, фрагмент желудка на сосудистой ножке пересаживается, свободный ревоскулиризированный лоскут. Но здесь стоит отметить, что действительно при наличии технических возможностей и технических возможностей, технического обеспечения и подготовленного медперсонала. Все-таки здесь должны участвовать хирурги, которые формируют... Есть опыт микрососудистых анастомозов. У нас есть опыт микрососудистых анастомозов и дополнительной ревоскулиризации через короткие желудочные артерии на шее. Есть опыт уже использования в Замира Ахмедовне и Юну Маута Графт. И мы идем тоже по этому пути. Но могу сказать, что это не всегда стопроцентный успех. И иногда эти анастомозы, за счет того, что все-таки это микрососудистые анастомозы, иногда случаются неудачи. Поэтому у нас отработанная методика... Опять мы идем по пути, когда отработанная методика гастрик-ап. То есть большая кривизна на узкий стебель, это отработано, и мы уверены в этой методике. Поэтому еще давно был вопрос, какой метод формирования пищеводно-желудочного анастомоза. И этот вопрос уже давно отвечен, что какой вы умеете, тот и совершенствуете. То есть вот здесь вопросов нет. Ну мы на тот этап, 8 лет, да. Сказать, что она как-то страдает от того, что резервуарная функция желудка нарушена, ну, во всяком случае, не видно по пациентке. А так по качеству жизни вполне удовлетворительно. Наверное, это Юнаму Аута Графт, да. Но там тоже есть свои особенности. Тоже свои неприятности, скажем так. Так, какие вопросы еще есть к Олегу Юрьевичу? Олег Юрьевич, спасибо огромное. Олег Юрьевич, вот еще вас из Курска догнал вопрос. Был ли оценен лечебный патоморфоз в препарате? По результатам гистологического исследования, которое было переписано полностью, гистологическое исследование на слайде представлено, они не отметили патоморфоза. И остаточная опухоль все-таки сохранялась, да? Понятно. Да, и это было показанием, то есть стратегически при раке шейного отдела пищевода считается правильным. Это радикальный курс химия-лучевой терапии. Опухоль доступна для лучевой терапии, опухоль хорошо, скажем так, контурируется для лучевой терапии. И вот если нет эффекта от химия-лучевой терапии, от радикального курса, тогда можно предложить уже такую калечащую операцию. Вот это стратегический алгоритм в нашей клинике. Не сразу оперировать, а предложить лечение, которое может избавить от рака шейного отдела пищевода без калечащей операции. Химия-лучевая терапия по радикальной программе. Если уже неэффективно, с оценкой через два месяца, по ПЭТ-исследованию, при цитологическом исследовании, если подтвержден рецидив, остаточная опухоль, тогда вопрос решается уже о хирургическом лечении. Да. Все, Олег Юрьевич, спасибо большое, пока вопросов не даже не поступило. Продолжение следует...